Дорогие телезрители, сегодня у нас в студии Владимир Борисович Шифрин. Вне зависимости от того, какие родители, отдаление детей в определенном возрасте происходит неизбежно. Ну, действительно, это очень распространенное явление, и оно действительно имеет под собой физиологическую основу. Во многих религиях это, кстати, указано о том, что отделяться нужно в определенном возрасте. Но я скажу, что это не во всех семьях происходит. Это как бы такое есть превратное мнение о том, что во всех семьях негативизм детей к родителям. Чаще всего это происходит в определенного рода семьях. Наиболее, такие патологические формы, можно сказать, принимает это в тех семьях, где ребенок по каким-то причинам, наследственным ли, ну, скорее всего, да, он имеет некоторые психологически заложенные установки, не такие, как у его биологических родителей. Ну, это может быть эмиграция. Допустим, родители были воспитаны в одной стране, с одной ментальностью, а ребенок был уже в другой. Каким-то образом, да. Как правило, наиболее такие тяжелые негативные ситуации складываются в семье, где ребенок с малых лет видит неискренность отношений родителей, первое. Второе, о том, что родители ведут как бы двойную жизнь. На обществе они одни, в семье они совершенно другие. А может быть даже по отношению друг к другу? И особенно друг к другу, я говорю, когда они неискренне видят, дети видят неискренность друг к другу своих родителей, которые на словах декларируют одно своим детям, а на самом деле между собой они видят, что совсем другие отношения. И отношения родителей в обществе другие абсолютно, чем в семье. То есть он, ну, мы таких примеров знаем, особенно в таких, ну, авторитарных обществах это более как бы было развито. Но многие подростки, у них так складывается их психологическое развитие, что они принимают этот рисунок поведения родителей. Они как бы вливаются вот в этот поток, понимая, что нужно вот таким быть. И это хорошо. Но природа человеческая, она не такая. Человек не может разорваться. И поэтому у многих детей, вот такой вот, как мы говорим, подростковый экстремизм, такое есть название для подростковой психологии. То есть у них часто в подростковом возрасте, там от 11 до 15-16 лет, именно решения экстремистские такие. Либо черные, либо белые. Если ты говоришь, что ты всегда правдив и от меня требуешь правды, будь сам правдив. Если ты врешь, и я буду врать. Это вот такая вот шик, можно сказать, процессов. Она вот приводит к таким всяким реакциям отдаление детей от родителей. А подростку нужен авторитет. Это заложено в нем. И если, ну, в старых обществах таких, патриархальных, можно сказать, когда ребенок, ну, и сейчас в сообществах, где высоко развито религиозные какие-то устои, ребенок с определенного возраста, совсем маленький, он вместе с папой, там, с мамой ходит в церковь, или там, в синагогу, там, я не знаю, в мечеть. Он воспринимает какие-то идеалы, которые именно семья поддерживает. И в таких семьях реже бывают вот такие вот процессы негативизма. Хотя тоже бывают. И разными причинами. Потому что даже верующие люди, как мы знаем, не идеальны. И он может быть как бы... Есть конфликт общества и веры, чаще всего. Да, да, да. Да. То есть, вот эта конфликтная ситуация, которая... Вот за что там священников обвиняют, что они ездят на Мерседесе. Потому что они на словах говорят о скромности и жертвенности, а на делах... То есть, ну, не сам факт того, что мы ведь не обвиняем, что врачи успешные ездят на Мерседесе. Любой успешный специалист, он может себе позволить там более статусное решение. Но это понимают люди, понимают подростки, что ты учишься много лет для того, чтобы зарабатывать больше денег и преуспеть. А когда внешний рисунок расходится с тем, что говорят, конечно, это вызывает неприятие. Я не слышал, чтобы кто-то ругал Мулу, который ездит на Мерседесе. Мерседесе, потому что там другая философия, другие принципы. Но в принципе, что же делать? То есть, мы все время наталкиваемся на ситуацию, что да, мы понимаем, возможно, почему это происходит, но поделать-то мы ничего не можем. В ряде случаев мы можем, если люди вовремя обращаются и каким-то образом переделать. Очень эффективно с подростками, если обращаются вовремя, и хороший есть школьный психолог, например, который вовремя замечает таких людей. Или, допустим, есть в обществе самом, допустим, в этом городке или на этой улице, есть понимание, что вот это вот плохо. И вовремя ищут специалистов, которые помогут либо советам, либо как выйти из этого. Ну, обращаются либо к религиозным деятелям, либо к более продвинутым, которые считают, что больше психолог поможет, или психиатр, или психотерапевт. Обращаются, понимая, что это какая-то проблема психологическая. И у подростков есть такая особенность, что они не могут говорить «нет». Вот эта вот стадность, когда все заодно, очень часто подвергает подростка риску вовлечения вот в такие группы. Он не может говорить «нет». Для него очень важно то, что его принимают в сообществе. Да. И он соглашается с грузом. Чтобы удовлетворить вот эту потребность быть принятым. Да. Он не может себя чувствовать вне груза. Это действительно так. То есть белая ворона в классе, например, это всегда изгой, который имеет серьезные проблемы психологические. Поэтому вот если к нам обращаются вовремя такие люди, в первую очередь мы учим специальными упражнениями, как человек выучивается говорить «нет» или хотя бы нейтрально относиться к тем предложениям, которые, как он понимает, куда-то его приведут. Он может понимать, что это может привести к криминальной ситуации, к конфликту с родителями. Но он не может говорить «нет». Он соглашается с группой. Вот говорить «нет» или хотя бы нейтрально воспринимать – это очень важно. Есть такое специальное упражнение, которое мы называем «конфронт». Интересно. Это целая подготовка к окончанию, там есть целая серия этих упражнений. Но само упражнение в том, выражение, что два человека должны сидеть друг против друга на расстоянии метр-двадцать, не больше, и при этом не реагировать никак, что бы тебе ни говорил другой человек. Он может тебя оскорблять, он может смеяться, он может рассказывать анекдот, но не физически на тебя воздействовать, а именно визуально, словесно или визуально. И ты не должен реагировать. Но молодежи часто воздействуют физически, бьют. Если человек, ну это уже другая ситуация, если человек может воспротивиться вот таким воздействием, словесно хотя бы, то это уже большой шаг к тому, что он найдет другой путь, не пойдет слепо по этому пути. Вот это упражнение конфронт, оно очень важное в психологии человека. Это очень сложно не реагировать, потому что у нас заложена такая особенность, потому что мы очень реагируем на слова. Казалось бы, слово это, ну что, это же не материальный объект. В начале было слово. Это сотрясение воздуха, да? Но мы знаем, что оно вызывает эмоциональную реакцию, которая может быть подобна боли физически. Почему? Вот об этом и речь. О том, что слово или жест, запах может вызвать, замкнуть, триггер может быть для сильной эмоциональной реакции. Человек может даже не понимать, и он может не знать какое это слово до поры до времени. Однако в какой-то момент это слово срабатывает. Притом он должен понимать его значение. Например, к примеру, может быть не для записи. Если человек не понимает, допустим, другой язык, ну мексиканский, к примеру, и проходящие подростки, обращаясь к нему, какое-то ругательство скажут на своем языке. Но не с интонацией ругательства, а просто как, вроде походят. Ну, мы знаем такие слова. Если он это слово не понимает, он может быть улыбнется, может подумать, что с ним здороваются. Но если он знает это слово, ругательное, допустим, на его языке скажет, то как он среагирует? Трудно сказать. Большинство почему-то срабатывает реакция такая агрессивная. Ну, тут двойная реакция. Либо бей, либо беги. Две ряды. Казалось бы, а вот это упражнение конфронт позволяет. Тебе сказали что-то, но это слово сказано, это не действие. Не реагируй на него. Это очень сложно. Особенно некоторые слова. Вот в подготовительной фазе именно мы выявляем те слова, которые... Иногда пассивность реакции вызывает еще большую агрессию. Правильно. Безусловно. Но ты не должен поддаваться. Ты веди себя так, как ты ведешь. Ты должен правильно... Побьют, убьют, отравят. Почему? Почему это обязательно? Если ко мне обращаются с какой-то руганью, а я веду себя спокойно... Потому что их цель вас унизить. А если это не действует, то они будут повышать... Градус, агрессия. Не всегда. Вот я долгое время в Израиле прожил среди общины горских евреев, которые очень эмоциональны. И первое время я даже пугался. То есть они иногда между собой начинают такими словами друг друга поносить. Так кричать друг на друга, так размахивать руками, но не приближаясь друг к другу близко. Через час я смотрю, они сидят вместе, чай пьют. Вспоминают близких родственников, уже не с ругательной точки зрения. Абсолютно на нейтральной ситуации. Думаешь, боже мой. Что было? Что это было и что это есть? То есть слова, как они раньше действуют на тех, кто их воспринимает как орудия. Вы знаете, я бы сказал, что в некоторых ситуациях лучше отреагировать так, как от тебя ожидают, чтобы не эскалировать еще дальше. Допустим, если тебе сказали, ты дурак. Ты ответил, сам дурак, сделал вид, что обиделся и ушел. А просто, знаете, внутри тебе пофиг. Все, агрессия на этом закончилась. А если мне скажут, ты дурак, а я буду сидеть и нагло смотреть, типа, мне все равно. Тогда человек скажет еще что-то. Потом почувствует, что ему это мало, возьмет стакан и стукнет меня по голове. Мне вот, опять же, мы возвращаемся к тому, что иногда лучше войти в ту роль, в которую тебя вовлекают, чтобы не сделать ситуацию еще хуже. В некоторых ситуациях, чтобы погасить конфликт, да. Но самое главное, ты не эмоционально среагируешь. Ты можешь сказать что угодно в ответ, не обязательно сидеть и молчать. Упражнение, это вырабатывается как бы, в нем такую способность. При этом он может сказать потом, когда он в себе, ты можешь это сказать, но ты не полезешь в драку. Ты не среагируешь эмоционально. Ты словами ему ответишь, да. Ну, вот ваш пример. Есть еще такой прием, кстати, против вот этого буллинга или кибербуллинга, сейчас такой термин есть, травля вот эта школьная, который называется психологическое айкидо. То есть ты как бы соглашаешься с тем, утрированной формы. Он тебе говорит, ты дурак. Да, я дурак. Я такой. Но это снижает агрессию или... Как правило, он-то рассчитывает на другое. Ну и... А ты соглашаешься с ним. Чего ему с тобой ругаться, если ты соглашаешься? Очень часто вот это вот принцип айкидо срабатывает. Очень часто. Особенно в семейных отношениях. Но самое главное, что я еще... Ты можешь говорить слова в ответ, но ты не должен реагировать эмоционально. То есть муж говорит жене, ты потаскуха. Он говорит, да, я потаскуха. Ну, это уж крайнее. Он берет нож или там начинает ее душить. Это уже крайнее выражение. Надо быть очень осторожным с обобщением. Это безусловно. Это не... Еще есть одна... Не банацея. Дворечие, я с вами согласен. С одной стороны, мы говорим, очень плохо не выражать свои эмоции. В определенных ситуациях. Да. Если мы не выражаем свои эмоции, мы переводим себя в... Мы даже имеем такое, как бы, состояние болезненное, чувство потери себя, отстраненности. Как будто ты наблюдаешь свою жизнь со стороны. Такие симптомы возникают при некоторых неврозах. Жалуются люди, что я не чувствую себя. То есть, как будто бы я наблюдаю свою жизнь со стороны. Есть такая вещь. Это болезненное состояние есть. Вот. И если мы будем тренироваться, подавлять от себя живую реакцию, мы можем вогнать себя в такое состояние. Нет. Для этого и тренировки проводятся. Это ты осознанно делаешь. Ну а почему это нужно? Почему... Чтобы не было конфликта. Чтобы тебя не стукнули по голове. Если вы мне говорите, ты дурак, а я тебе говорю, нет, ты сам дурак или еще какой-то другой... Все, на это закончилось, стали разошлись. А следующий этап, как вы правильно говорите, ах, я дурак. Для чего он это вызвал? А, эскалация конфликта. Ну, наступает эскалация конфликта. Продолжение следует...